Привет, я Руслан, и это мой отчет по курсу PokerPro за 7 апреля. Вчера я посмотрел дополнительные видеоматериалы, и теперь я более четко представляю о себе алгоритм принятия решений. На каждой улице, начиная с префлопа, мы оцениваем рейндж оппонента и ищем причину для ставки. Если нашли хотя бы одну, то мы ее делаем, помня при этом битсайзинги. Если же не нашли, то играем чек-колд или чек-фолд в зависимости от эквити нашей руки и шансов банка. При этом, чем раньше улица, на которой мы сейчас находимся, тем больший запас по эквити нам нужен. От 20% на флопе до 7% на ривере. Поначалу мы играем по чартам и по упрощающим правилам, но чем больше будет опыта, тем дальше будем от них отходить. Единственное, что в чартах нет некоторых ситуаций, например, такой частой, как изолейт фиша. Надо будет спросить об этом на сегодняшний тренинг. Также захотелось задать еще один вопрос, который у меня появился после просмотра видео. Как быстро научиться считать комбы в узких спектрах? Еще мне очень полезный показался совет про тайминги. Особенно против фишей. И особенно, когда ты хочешь поставить плотный вэллибет. Перед этим надо как следует подумать, взять таймбанк. Можно даже использовать его практически весь. И фиш будет читать это как сомнение. Сдаваться ли нам со своей рукой? Или же крупно блефануть? Потому что они сами так делают. И зачастую думают, что другие ведут себя так же. Особенно хорошо это работает на ривере, когда на борде много очевидных, не закрывшихся дро. ОСД, ФД, что-то типа того. Раньше я делал такие вещи практически на автомате. Потому что, когда много катаешь, начинаешь чувствовать игру, и появляется именно та самая чуйка. То бишь интуиция. Но сейчас я все забыл, и приходится учиться заново. Сначала это будет осознанная компетенция, а потом неосознанная. Кстати, когда-то я катал до 12 столов. Правда, это было очень неоптимально. Но я, в принципе, мог так делать. И теперь на 3-4 дистанция набирается просто невероятно медленно. Вчера за 3 часа всего 850 раздач. Если честно, так даже спектры запомнить трудно. Поэтому сегодня хочу попробовать для эксперимента покатать Zoom. Именно с целью обучения и запоминания чартов. А для профита буду катать обычные столы с селектом. Так что сегодня покатаю, поразбираю раздачи. А вечером у нас будет первая практическая тренировка. Расскажу о ней в завтрашнем видео. Всем пока!